Добрый день, друзья! Не добрый день вам, не другим. Посмотрите ролик, в котором украинка рассказывает о своих впечатлениях после переезда в Россию. Наверное, многие сочтут, что это информационная война, что это фейк. Не знаю. Много фейков, действительно. Позавчера сам заливал ролик и рассказывал о штрафах в Израиле за украинские стяги. Я прочитал об этом в державном органе, в российской газете. Тем не менее, оказалось фейком. Мои знакомые из Израиля сказали, что жестоплакитные парпара эти повсюду. Как были, так и есть. И на машинах, и в окнах. Никаких запретов нет и не предвидится. Так вот, возвращаясь к ролику, который вы сейчас посмотрите. Мне интересно, ваше мнение, совпадает ли ваше наблюдение с тем впечатлением, которое Россия произвела на нашу согражданку, приехавшую из Небратской страны. Доброе утро. Ну что, я прожила еще одну неделю в России. Мои впечатления. Первое. Ни в одной стране мира вы не получите гражданство за два с половиной месяца. Ни в одной стране мира, подав документы на паспорт в понедельник, ты не придешь его забирать в пятницу. Очень вежливый персонал, очень культурный. Мало того, что все сделано в передовых технологиях, через компьютерные базы, это упрощает форму, но еще до сих пор все записывается вручную. Есть папки, склады, понимаешь? Причем, нас сидит в очереди около 50 человек. Когда ты заходишь, называешь фамилию, сотрудник паспортного стола четко знает, где папка с твоей фамилией. Это очень похвально. Мало этого всего. Смотрите, я позвонила в автошколу. У всех вечерние занятия, а то и на выходных. Я вот уже такая вот храбрая, знаешь, уже в личную позвонила по телефону и говорю, что у меня такая ситуация. У меня два года, девочки, я не могу ходить на занятия в субботу. Можно ли за отдельную плату попросить инспектора проводить для меня теорию и практику в будний день? Мне перезвонили ровно через полчаса. Мне сказали, что, девушка, ваши дни, учебу теперь будут по средам. Для вас, у вас будет отдельно, вы будете без группы. Инспектор будет приезжать именно к вам. Три часа вы будете заняты каждую среду. Девчонки, это в какой стране мира кто-то пойдет тебе на уступки? Кто-то пойдет перестроить свой график для того, чтобы ты получил образовательную форму? Любую, вообще не важно, любую. Цены мне никто не поднял. Абсолютно. Все по стандарту, как у них для всех, вот так и для меня. И после этого вы хотите сказать, что Россия это говно, что в России все херено. Вы знаете, что я вам скажу? В России херено только дороги. Но, блядь, такого великого доброго сердца, как у русских, я не видела нигде. Куда бы я ни приходила, госучреждения, медучреждения, я вам просто говорю серьезно. Как человек, поживший в Украине, в Европе, я могу смело сказать, я вернулась домой. В правильный дом, в культурный дом. Дом духа, сердца и милосердия. Я вам отвечаю. Нравится вам это или нет? Я, сука, влюбляюсь в эту страну. Я обожаю ее. Мира вам всем. Да, кстати, добрый вечер. Хочу уведомить те, кто из Украины. Снимите свои флаги. Израиль принял закон за флаг Украины на доме, на заборе. Хейзрайд. Где? 10 тысяч шекель штраф. Я вас поздравляю укропы. Израиль проснулся. Нет места нацизму в Израиле. Флаг свой поднимайте. Только у себя. Доброго вечера вам, друзья. Не доброго вечера вам, не другие. Отрадные новости, конечно. Но, но, мы же понимаем, что если в чем Израиль похожа на Россию, это в том, что суровость законов смягчается порой необязательностью их выполнения. Как Салдыков щедрит писал. Несколько месяцев назад, я помню, Евгений Сатановский прогнозировал, что и Ксению Собчак, и Максима Галкина лишат израильского гражданства, потому что они получили его незаконно. Тем не менее, недалеко на этой неделе, Алла Борисовна Пугачева сказала, что никто и гражданство лишать не собирается. Ни ее, ни Максима Галкина, ее супруга. Ну, видимо, и на Ксению Собчак тоже, в общем-то, это распространяется. Так что поживем-увидим, но пока очень многие трезвые люди, здравомыслящие в Израиле, в общем-то, ликуют. Всем привет, друзья, на канале Влада Чистильщик. У меня сегодня очень хорошо на душе, на сердце. Наконец-то Израиль начал отдупляться. Один из первых. Один из первых Израиль, ребятки, начал отдупляться. Я утром услышал новость, что якобы теперь за украинский флаг будут штрафовать, где бы он ни висел. На заборе, на, блядь, туалете, на этом. Если ловят, значит, за украинский флаг 10 тысяч штрафу. Я думал, слабо верилось после всего того, что Лапит у нас наделал, да, за то, что приволок сюда вот эту нацистскую, блядь, нечисть. Но когда я проверил, зашел на сайт и увидел, что действительно принят закон, где бы ни находился украинский флаг на территории Израиля, он считается вражеским. И в первый раз штраф 10 тысяч шекелей, ребята. Это примерно 3 тысячи долларов. Это 3 тысячи долларов. Ну, это просто шикарно. Ну, а дальше будет уже следовать уголовная ответственность. Хватит! Но мухались болезные, а? Чё, блядь, кричите, что Влад трепло? А получайте, получайте по заслугам болезные. Я хочу передать привет одному из бандеровских нечистот. Ортур Еурезин! Готов, блядь, бабульки! Столько на вас, с ваших флажков, и на аватарках, и на все проживающих в Израиле. Так что теперь, даже в соцсетях, если вы на свою аватарку будете вешать свою синеблокитную трапочку, тихо, дом мешком шерша, едет кореша не спеша. Вставай, страна огромная! Вставай, насмертный драка! Слава Богу, что есть такая страна, как Россия! Да здравствует Россия и Израиль, друзья! Подписывайтесь на канал Влада! Ну и порадуйтесь!